Проблем экология. В Березниках и соседнем Соликамске расположено Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Еще в 2006 году в результате затопления рудника в Березниках начали образовываться провалы. Жителей пришлось срочно переселять. Как в Березниках рудниках? В Березниках непросто. Не просто было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии сдали самую крупную школу. В этом микрорайоне у нас завод Селебимов. На 1224 места с двумя бассейнами, которые будут также пользоваться жители. Уже построено два таких садика. Одно из основных предприятий региона – завод по производству авиадвигателей. Здесь выпускают новейший отечественный ПД-14 для лайнеров МС-21. На заводе работают над созданием еще более мощного двигателя ПД-35. Это, по сути, уже завтрашний день. В создании используют современные сплавы, композитные материалы. Такой двигатель необходим для разработки широкофюзеляжных лайнеров нового поколения. Устанавливать его станут и на тяжелых транспортных самолетах. Одна из главных задач – обеспечить транспортную доступность в регионе. В Краснокамск, Советского Союза, не было сообщений. Сейчас люди могут, по сути дела, добираться вдоль всего города. Ну, нет, вот это он номер идут, да. Сейчас мы запускаем вот это кольцевое движение. И уже нарисовали 7-го штука. Ну, может и так же. Помимо «Ласточек» появились новые автобусы, парк обновили на 70% и трамваи. Предстоит реконструировать в 50 километрах. Играть с тем женщин надо в политику. Туда им делать не играли. Не держать, когда в политику надо сразу. Кроме того, впервые расчеты провести в следующем году Международный форум «Россия. Спортивная держава». Путин инициативу поддержал. И как мы дарим, а не менее злые. Наполеон, что сложно себе представить. Известно, что Владимир Путин своим указом назначил нового посла в Белоруссии. Российскую деписию главит Борис Грызлов. Глава бывшего совета Египет России. В разные годы был министром внутренних дел, спикером Госдумы и председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Последние 6 лет Грызлов, полномочный представитель нашей страны, отменил его по урегулированию ситуации на Украине. Посольство России направило запрос в МВД Казахстана о тщательном расследовании. 26-летняя россиянка погибла 6 января во время беспорядков в Жамбулской области. Она работала администратором в одном из кафе и попала в перестрелку, когда возвращалась со смены. На ее теле обнаружены также ножевые ранения. У убитой остались трое детей. Сейчас прорабатывается вопрос об оказании помощи ее семье. Сегодня президент Казахстана Касым Жамартакаев отменил режим ЧП в 9 из 17 регионов страны, включая Акмолинскую и Кастанайскую области. Терзвичайное положение в связи с беспорядками и погромами действовало там с 5 января. А в Москве сегодня днем приземлился первый пассажирский рейс из Алматы. Местный аэропорт возобновил свою работу накануне. На фоне нормализации обстановки республику покидают миротворцы ОДКБ. Как сообщили Минобороны России несколько часов назад, в пункты постоянной дислокации вернулись подразделения Армении, Таджикистана и Киргизии. Ранее 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС достали домой миротворцев Белоруссии. Число заражения микроном в России за 3 дня выросло более чем в 2 раза. Российские регионы готовят больницы и медперсонал к новой волне пандемии. Правительство корректирует меры борьбы против вируса. Кривая заболеваемости идет вверх. За сутки число новых случаев заражения приблизилось к 24 тысячам, а точнее 23 820. На этом фоне рассмотрение законопроекта об электронных сертификатах, разработанного с учетом прежнего Дельта-штамма, решено отложить. О том, как меняется ситуация. Алексей Конопко. После быстрого снижения еще более интенсивный подъем. Заболеваемость в 37 регионах страны снова идет вверх. 15% зараженных – дети. Около 300 тысяч человек по подсчетам оперштаба уже переболели, не обращаясь к врачу. Документ об этом они теперь получат при наличии антител. Подтверждение происходит не подсчетом количества антител, а просто. Либо они есть, либо их нет. Их наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР даст нам возможность выдать сертификат переболевшего гражданина на год с момента установления положительного ПЦР-теста. Сертификат переболевших без симптома будет действовать полгода, а выдавать бумаги начнут уже в феврале. На новый штамм омикрон пока приходится 783 случая, половина из них в Москве. При этом коллективный иммунитет в столице, а еще в Московской, Белгородской области, Чечне и Нинском округе снижается. Так получается из-за тех, кто забывает привиться повторно. В целом по стране ревакцинацию накануне новой волны прошел только каждый третий из тех, кому уже пора. Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистые верхних дыхательных путей. Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается. И человек становится опасным, заразным, человек, который встретился с этим вирусом уже в первые сутки до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел. Получившие вакцину вовремя переносят омикрон гораздо легче. Потому прививаться призывают и особые группы пожилых и беременных, которые могут передать иммунитет будущим детям. Из-за грядущей волны омикронов правительство решили поправить еще не принятый закон об электронных сертификатах. Новая версия в том числе позволит и после 1 февраля предъявлять отрицательный ПЦР, а не только документ о вакцинации. Законопроект готовился как меры реагирования на распространение штамма Дельта. Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. И эту инициативу поддержали в партии парламентского большинства. Все силы наших региональных отделений мы сконцентрируем на главном на сегодняшний момент, на помощь людям, тем, кто в ней нуждается, пенсионерам, врачам, многодетным семьям, собственно говоря, той работой, которой «Единая Россия» занималась все эти два пандемии на год. Время потребуется для того, чтобы выверить все необходимые и вызывающие сомнения, а самое главное, довести до широкого понимания общественности необходимость тех мер, которые будут предложены. На подготовку к новому пику заболеваемости есть буквально несколько дней. Во всех регионах по поручению главы правительства сегодня закончили проверку готовности. А мэр Москвы, которая, по прогнозам, примет удар первой в стране, осмотрел новый центр секвенирования вирусов. Он дополнил систему из 25 лабораторий, что могут проводить по 70 тысяч исследований в сутки. Сегодня по данным лаборатории мы видим, что, к сожалению, омикрон начинает доминировать. Рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом. Маски и дезинфекции от нового штамма ограждают, как и прежде. При симптомах болезни нужно оставаться дома, а температуру регулярно мерить и без них. Но изолировать сверхзаразный омикрон теперь приходится не только от здоровых, но и от тех, кто на больничной койке борется с другими вариантами вируса. Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1% в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию. Риск повторного заражения возрастает до 5 раз уже сегодня. Созданный год назад по поручению президента Единой службы колл-центров 122 теперь тоже предстоит стресс-тест. Норматив в 2 минуты ожидания ответа сейчас соблюдают почти все регионы. На доводку системы вице-премьер Чернышенко дал 2 недели и призвал активнее использовать искусственный интеллект. Нужно немедленно начать работу по его внедрению, потому что сейчас мы будем тушить пожары утюгами и пирогами. Когда Минздрав будет тратить существенные деньги на привлечение временного персонала. По опыту стран, где омикрон уже доминирует, ясно, что повышенная нагрузка ляжет не только на врачей-стационаров, но и на поликлиники и специалистов дистанционной медицины. Число звонков с вопросами об омикроне, по прогнозам, в ближайшие дни увеличится в 7 раз. Алексей Кнаком, Мария Самсонова, Анастасия Матвеева и Дарья Богданова. Вести. Как поддержать малое и среднее предпринимательство, особенно в условиях пандемии, обсуждали сегодня в Москве участники Всероссийского форума семейного бизнеса. К его работе присоединился Михаил Мишустин. Перед началом заседания премьер осмотрел выставку, на которой предприятия из более чем 60 российских регионов представили свою продукцию, национальную одежду, продукты, питание и даже домашних животных. А уже с трибуны глава правительства говорила о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей и о разработке для них пилотной цифровой платформы. Мы продолжим помогать предприятиям и прежде всего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На его реализацию в бюджете на текущий год заложено около 65 миллиардов рублей. Мы создаем цифровую экосистему для малых и средних предпринимателей. Через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Подобрать кредиты, оформить на них заявку. Уже с февраля запустим ее в пилотном режиме. Разговор продолжился уже в неформальной обстановке. Премьер ответил на самые больные вопросы представителей малого бизнеса. «КамАЗ-мастер» празднует историческую, уже 19-ю по счету победу на ралли-марафоне «Дакар». Титул чемпиона в классе грузовиков защитил экипаж Дмитрия Сотникова. За российскими гонщиками весь пьедестал почета. С победой нашу команду поздравил Владимир Путин, отметив ее незаурядные спортивные качества. За время многодневки в Саудовской Аравии россияне фактически не дали ни одного шанса соперникам, не подвела ни техника, ни пилоты. Драму «Дакара» от старта до финиша переживал и наш коллега Стас Редикульцев. Вот он момент триумфа российской команды «КамАЗ-мастер» в сложнейшей гонке планеты. Позади 8 тысяч километров, из которых больше половины по Аравийской пустыне. Из цеха сразу к победе. Дмитрий Сотников выигрывает сходу «Дакар» на новом грузовике «К-5». Историческое достижение. Рекордная девятнадцатая победа. Никто в истории ралли-марафона не побеждал чаще. Все выслужили победой. Это был наш общий результат. И я очень рад принести ее именно к новой машине. Все 12 этапов гонки выиграли пилоты «КамАЗа». В общем зачете 4 российских грузовика первые. Потом уже остальные. Такого не было больше 10 лет. Чемпион второй год подряд Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Серебром, Антон Шибалов. Три года на подиуме. В этот раз бронза. Андрей Коргинов после поломки в начале гонки совершил прорыв на четвертое место, отыграв у соперника в час. Браво! Россия победитель в большом спорте. А «КамАЗ» самый быстрый на бездорожье. В России в родных для команды «Давережных челнах» за ходом гонки следили семьи и друзья экипажей. Они как никто знают, с каким трудом далась эта победа. Когда мы прямо видим по видеосвязи, как «КамАЗы» подъезжают, для меня это впервые. Это очень приятно, здорово. С мной всех смотрят, вы мои родные, вы мои любимые. В раскаленной пустыне «КамАЗ» стал примером командной работы. Эдуард Николаев пожертвовал своей победой в марафоне, вытащив увязшую в песке машину Дмитрия Сотникова. Первая, вторая, третья, еще и четвертая. Хотя как-то давным-давно говорили, что подвиг 2011 года команда «КамАЗ-Мастер» не повторит. Я не буду называть эту фамилию, кто это сказал, но это член команды. И вот в этот раз мы повторили. «КамАЗ» второй год подряд увозит всех драгоценных бедуинов Дакара в Россию. Осязаемый символ мужества, выносливости и надежности. Стас Редикольцев, Антон Гериков, Вести из Джидды, Саудовская Аравия. В Эрмитаже сегодня открылась новая выставка, которая дополнит постоянную экспозицию музея. Она приурочена сразу к нескольким памятным датам эпохи правления основательства столицы Петра Великого. И станет частью масштабного проекта, посвященного 350-летию первого русского императора. К подлинным артефактам и событиям, с ними связанным, смогла прикоснуться Салима Зариф. Такой тематический разброс возможен, наверное, только когда речь идет о Петре Великом. С витриной, где отливают медью часы, глобусы, научные приборы, соседствует другая. С набором хирургических и зубоврачебных инструментов. Сталь, черное дерево, красиво и одновременно жутковато. Известного Петра ни один инструмент не пылился, все шло в дело. Русский император хотел владеть всем и уметь все. В быту, в войне, в политике. Мы храним дух Петра Великого, мы храним вещи Петра, мы храним историю того, как память о нем строилась у нас в стране. Конкретно для Эрмитажа он основатель империи, он основатель Петербурга, он основатель музейного дела. В Петровской галереи новая постоянная экспозиция Эрмитажа открывается при поддержке Газпрома. Событие приурочено в том числе к 300-летию Нештатского мира. Полтавское сражение, написанное Луи Караваком по заказу Петра, самая ранняя ботальная картина, созданная в России. А вот и военные трофеи, добытые царем под Полтавой, седло и оружие Карла XII. Петр I смыслом своей жизни и миссией считал становление России как ведущей мировой державы, создание империи. И он это сделал. Он был настоящим пассионарем. Здесь геодезические, навигационные, астрономические приборы, плотницкие инструменты царя, а рядом причудливо сросшиеся сучки с искусной резьбой. Не оторвать взгляд от изящного паникодила его и слоновой, и мамонтовой кости вырезал сам Петр при участии мастеров его токарния. В другом зале живописные работы в Петровскую эпоху, новые европейские традиции стали активно проникать в русскую культуру. Сегодня в Эрмитаже открываются только первые три зала Петровской галереи, а всего их будет 11. Они откроются один за другим в течение наступившего 22-го года, года, когда Россия отметит 350-летие Петра I. Слимазарев, Сергеиченко, Александр Глушков, Александр Конков и Галина Орлова. Вести. Северо-западное бюро. Это Большие Вести, вот о чем расскажем далее в нашей программе. ФСБ задержало хакеров международной группировки R-Evil по запросу США, у них изъято многоналичных и премиум автомобили. Джоковича снова возьмут под стражу, как Австралия превратилась в страну с самыми жестокими антиковидными мерами. Более половины заболевших ковидом в Москве уже инфицированы штаммом омикрон, к чему готовится столица на следующей неделе. Зачем Европа при дефиците газа закручивает вентиль? В энергокризисе Пьес бездоказательно обвинили Газпром. Такая переменчивая Эльза после реформного скачка давления москвичей снова ждет снежный удар. И Нимина и Пожарского убрали с Красной площади. Наш Дмитрий Кайстра смог осмотреть памятник изнутри. Программа, нарушающая регламент. Проблемы там, да? Особая динамика. И редкие кадры из кулуаров. События, которые показывают и другие. Для нас это не новость. Но у нас всегда интересно, насколько это законно. Сергей Победович. Исторические заявления, сейчас озвучавшие по-новому. Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь. А если, наибух, рванет, ОДКБ будет вместе, как единый кулак? То, что говорил, и кто и как исполнил. Это популяризация ОДКБ, между прочим. А также Россия и НАТО. Что дальше? Они же нас приперли к такой линии, что нам дальше не ведутся некуда. Кремлевские часы ведут отсчет. И в новом году тоже. Но, видимо, покажем вам больше остальных. Вот там ни на секунду, ни с университет. Москва. Крем. ОДКБ is Dr. Мобин. Сайя, from drbean.com. Welcome to one more show. I hope the audio is working okay. Today I got myself into a problem. I was trying to reset the studio with some new equipment. I wanted to have a mic over here. But anyways, in that process, I actually messed up. And the camera and everything is all over the place. So I hope it is okay. I also had to create Long Hauler's Protocol update for FLCCC. I couldn't do that either. I just saw Dr. Merrick's email that where is the protocol. So after this discussion, I'm going to work on that protocol. So with this little chit-chat, let's start our discussion. This is actually one person case. But it has a very important message in it. This case report is from the doctors from Sheffield Hospital, UK. Okay. So... I'm going to work on that. 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 Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 If you look at the before picture of me, you'll see bloodshot eyes. Now, bloodshot eyes is a liver problem, usually. It could be lack of sleep. In other videos, I talked about it being a deficiency of vitamin B3 and B2, but that's really just the tip of the iceberg. It's really a problem with your liver. Now, of course, if your blood sugars are off and you're eating a lot of carbs, the liver is going to be fatty. You're going to have decreased liver function. The liver is not going to be able to detoxify that well. In fact, I had bloodshot eyes for years, and I just couldn't figure it out. I remember one time flying to San Diego to a seminar held by Bernard Jensen, the guy who put colon hydrotherapy on the mat. And so Bernard was doing this seminar, and I stayed all day at the seminar. And then at the end, I got a chance to stand in line and get to meet him. And he asked him questions. And I remember staying in line all day long. And I finally got to meet him, shake his hand, and I asked him, why are my eyes just bloodshot? And he looked at me, and he said, I don't know. So a little bit later, I think it was the day after, my wife and I decided to drive to his house. And he lived in this trailer next to this place that had all these monks on this property and an orange grove. And we pulled up. He wasn't there, but we went into his trailer and just bought his colon hydrotherapy self-colon cleansing kit. I think it was called a colemma, which is a combination between a colonic and an enema. And so that was the start of my colon cleansing phase, which didn't ever seem to help because colon cleansing doesn't fix your blood sugars. It doesn't fix your diet. It just keeps cleaning you out. But then you go right back to the same old, same old. But anyway, I had a combination of bloodshot eyes, and I had severe irritation on the inside of my eyelids. It felt like sandpaper, okay? So my eyes were dry and red, but the inside of my eyelids were completely red and irritated. Now looking back at that, that was a severe blood sugar situation. I was going right into diabetes, and I didn't know it. But you can see in this picture, I had bloodshot eyes, and that is liver stress. If I recall, even way before that, I think this was my late 20s, early 30s, for breakfast, I would be consuming a huge muffin or a donut or cereal, and I had no concept that that was creating a problem. Even after that, I think there was a phase where I was trying to sleep, so I would do ice cream every night before I'd go to sleep. So, of course, I had my share of carbohydrates, and that was a big problem with the eyes. Your eyes have a lot of receptors for insulin, and it is a main target that insulin and blood sugars will affect. All right, number four, okay? Underneath my chin, I had fat underneath my chin. Now, this is just a spill-off of accumulated fat, because when you fill up the fat cells, then it starts spilling off into other places. The first place that someone stores carbohydrates as fat is in the liver, okay? And that fills up, and then it starts spilling off into the organs, and so you get this little gut. And by the way, I had a pizza crust, okay, in my midsection, but as the fat starts building up, it starts accumulating in your face, underneath your chin, and that doesn't just affect how you look, but that fat is also accumulating in the back of the throat and the back of the sinuses, and this is one of the reasons why people have sleep apnea, and they snore. And so, again, if you see someone with a thick neck, they probably have sleep apnea, and they probably are doing too many carbs. All right, number five and six have to do with the texture of your skin. My skin was very oily. Now, oily skin is a situation where your oil glands are producing too much oil. They're called sebaceous glands, and the oil is called sebum. And so what's behind that? Too much androgens. Androgens are the male hormone. Now, the question is, why is the body making too much androgen? And the clue to figure this out is to look at a condition called PCOS, polycystic ovarian syndrome. In PCOS, which occurs only in females, you have this huge overproduction of androgens. To look at a condition called PCOS, polycystic ovarian syndrome. In PCOS, which occurs only in females, you have this huge overproduction of androgens. and what's behind that is too much insulin. So... No, you don't have to. No, you don't have to. No, you don't have to. No, I think... No, I don't have to. No, I don't have to... да и если вы будете рассказывать вы've consigнистил astу грешка реклама ртс грамм findings грустно это тоже грамм руководители но в сей лоп Unidos Продолжение следует... If you're low in androgens, it raises it. If you're high in androgens, it lowers it. It inhibits or blocks an enzyme in the conversion of testosterone to something called DHT, which is a powerful form of testosterone, which if too high can cause male pattern baldness and prostate enlargement and alopecia, which is hair loss. So, zinc helps balance estrogen, and it's also really good for PCOS, and it's also vital in the regulation of insulin. So, it can help lower insulin to thereby decrease androgens. Does that make sense? And, as a side note, you become deficient in zinc when you consume too many carbs. So, there's that relationship as well, because too many carbs, too much insulin, zinc deficiency. And then you start producing too much of the wrong testosterone, which is DHT. Now, as another side note, if you're deficient in zinc, you can also develop what's called hypogonadism, which is a situation where your testicles are atrophied, you're not producing enough testosterone, thereby decrease COS, which if too high can cause sebaceous glands to cause more oil production. Why would you want to take more zinc to produce more androgens? Well, the answer to that is that zinc helps balance estrogen, okay? If you're low in androgens, it raises it. If you're high in androgens, it lowers it. It inhibits or blocks an enzyme in the conversion of testosterone to something called DHT, which is a powerful form of testosterone, which if too high can cause male pattern baldness and prostate enlargement and alopecia, which is hair loss. So, zinc helps balance estrogen, okay? And it's also really good for PCOS, and it's also vital in the regulation of insulin, okay? So, it can help lower insulin to thereby decrease androgens. Does that make sense? And, as a side note, you become deficient in zinc when you consume any carbs. So, there's that relationship as well, because too many carbs, too much insulin, zinc deficiency. And then you start producing too much of the wrong testosterone, which is DHT. Now, as another side note, if you're deficient in zinc, you can also develop what's called hypogonadism, which is a situation where your testicles are atrophied, you're not producing enough testosterone, and also low zinc can lead to low sperm count. Overall, zinc can help balance testosterone, and it can also prevent the overproduction of estrogen, because it's also involved in inhibiting another enzyme called aromatase. And aromatase converts testosterone into estrogen, so that's something we don't want too much of in both men and women, so zinc can help regulate the amount of testosterone and estrogen you have. So, if someone has oily skin, they have either not enough zinc, or they have too much anerogen coming from too much insulin. So, all right, the sixth point has to do with this dry, flaky skin, okay, and you see this a lot with people that have dandruff. I had it between my eyebrows, in my eyebrows, and my forehead, these little dry patches. Now, this is a combination of either a liver issue and or too much omega-6 fatty acids, and with me, that was nuts. I was eating a lot of peanuts, peanut butter, and nuts for the entire day, and I wasn't consuming enough of the omega-3 fatty acids. That would be in the fatty fish, sardines, and cod liver oil. Now, the reason I like cod liver oil over some of these other products is because cod liver oil gives you a nice balance of omega-3 fatty acids, as well as vitamin A and vitamin D, because both vitamin A and vitamin D helps you with the dry, flaky skin, as well as the oily skin, because vitamin A and vitamin D help you with these dry, scaly patches, as well as the oily skin. Now, most of the population is consuming way too many omega-6 fatty acids in the form of soy oil, canola, cottonseed oil, and they're doing it in fast foods, they're doing it in salad dressing. It's in like 9,000 foods at the grocery store. And they're not doing enough omega-3, so they have this major imbalance, so it shows up in the skin. So when you see people with this texture problem in the skin, you know what their diet is composed of. And because this causes a lot of inflammation, they also have a lot of red spots and red rashes, and it creates liver problems, and also inflammation in your joints as well. Now, as another side note, if you've ever heard of chicken skin, where you have in the back of the arm, or maybe the hips, or your buttocks, you have this skin that has these rough little pimples, right, where the hair follicles come out, that's called keratosis polaris, or chicken skin. So many people have that, and all they really need to do is start taking more omega-3 fatty acids. Cod liver oil is a really good source. All right, the seven point is acne. If you see someone with acne, you know, internally, they have too much androgen. Now, as a child, I had terrible acne on my forehead, on my back, and it was devastating, because it created a situation that I was withdrawing, I was shy, people make fun of you, and I was always trying to hide it with my hair, and when did I try everything? I tried scrubbing the acne, because I thought it was dirt, all sorts of creams, and it never helped. It just made it worse. And, oh my goodness, if I only would have known that acne comes from too much androgen, which is really too much insulin, and I was a total carbo junkie back then, and I made no connection, I did not connect the dots, I just kept eating carbs and washing my face more and more and more, but this is another reason why they put zinc in a lot of these acne creams, because zinc helps lower androgens, it helps to strengthen the sebaceous gland, but of course if the diet is not changed, that zinc is not going to do anything. So, when you see people with a round face, a fatty face, with puffy tissue around the eyes, bloodshot eyes, oil skin, flaky skin, red blotches on the face, don't evaluate them, send them this video, help them to learn what's behind this problem, it can be easily resolved just by giving someone the right knowledge for the right problem. Now, if you're new to my videos, and you don't know about the solution involving what to eat, I created three very simple step-by-step videos, and the first video is called Step 1, Start Here, and then the second video is the second step, and the third video is the third step, and I attached this link to a playlist, which is down in the description. So click the button below, and learn how to get started, so you can transform your face into something that you want, with just simple knowledge of what to eat. Just imagine that this is your work. You ask, where are the money? Now I will tell you. Because of the pandemic, in Russia, the online sale, and in particular, the marketplaces. Только за последний год количество поставщиков выросло с 9... But this isbud's new to the next 2 that time it's a hot 400 turmeric rations. Even a lot of that might Nabat Tierefield. It needs some heat 해� toned under the mill, as it's generally given by the 20- вч. Because I have this 20-8 meter per month upon my jusqu' NBC. And if you tell us, it's a hot 100 dislocation That we might need to forget them once it is perfect for theghani, since it's a hot dog. It's 13 people here now. I was doing that time to convince you that there are many people... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим в воскресенье в 22.00. Зачем вам много карт, когда есть одна халва? Халва для ремонта с рассрочкой. Пёдый. Ну, надёжный. Её может? Система борьбы с простудой. Бургер Кинг уже не тот. Не ожирит и только в магнит. Продолжение магнит. В кеды, в бургер. Представляет. Дождусь. Система для преображения с первого применения. Специальная формула для каждого возраста. Чёрный жемчуг. Наше время сейчас. Самые покупаемые окна Рихау. Окновляйтесь на rehau.ru. Гексин, Берлинхин. Обыски и аресты прошли по 25 адресам в Москве, Петербурге и других регионах России. В поимке преступников участвовал Следственный комитет МВД. Задержаны 14 человек. У них изъято полмиллиарда рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также 20 автомобилей премиум-класса. Хакеры занимались кибермошенничеством, взламывали счета иностранных компаний и граждан. Сотрудникам ФСБ удалось установить полный состав банды и нейтрализовать её. О том, что ар-евл больше не существует, уже сообщили представителям компетентных органов США. Глава Международного энергетического агентства на этой неделе прямо обвинил Россию в энергокризисе. В Европе якобы цены на газ там взлетели из-за Газпрома, который мог бы и увеличить поставки топлива в ЕС как минимум на треть. В интервью Financial Times бюро тревожится. Европейские газовые хранилища сегодня заполнены лишь наполовину. Тут же оговаривается, на долю Газпрома приходится всего лишь 10% этих самых хранилищ. Но всё равно в дефиците газа в ЕС виноват исключительно Газпром. Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как мы, которая пытается переложить с больной головы на здоровые проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни Газпрома, ни вообще России. Долгая зима, во-первых, вынула из подземных газовых хранилищ в Европе 67 миллиардов кубов. Второе, из-за того, что стала экономика восстановлена, сжиженный природный газ, прежде всего, из США, из других стран, тот же Катар, который поставляет, ушёл в Азию. В 2021-м закупку российского газа нарастили 15 стран, в том числе крупнейшие европейские потребители Италия и Германия. В Германию Газпром поставил по контракту более 50 миллиардов кубометров, на 10% больше, чем в прошлом году. Уже в декабре и Берлин, и Париж полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы. Хранилища пустеют и по другой причине, из-за реверса газа из Германии в Польшу и Украину. То есть купили у России дешевле по контракту, перепродали соседям подороже по рыночной цене. Бросить свои 5 копеек в газовый котёл противоречий зачем-то решил и генсек НАТО. Провёл хороший телефонный разговор с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем. Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках. Столтенберг, кстати, сейчас борется за пост главы Центробанка Норвегии. И, возможно, таким образом пытается набрать политические очки. Кажется, Европа запуталась. Дешёвый российский газ ей действительно нужен. Но раз уж газовый по север... ...Украина, а также опять пользуется энергетическим оружием. Группа из ТАТа, это газ. Европа очень зависит от поставок газа из России и не обладает большим количеством альтернатив. Выбраться из этого кризиса не получится без политического сближения двух сторон. Но на данный момент я не вижу для этого возможностей. Еврокомиссия сейчас проводит расследование, из-за чего произошло снижение поставок газа в Европу. Газпром с еврокомиссарами ВКонтакте и уже предоставил часть информации. А главная противница Северного потока-2, глава немецкого МИД Бербак, на следующей неделе посетит Москву, предварительно заехав к Зеленскому в Киев. Продолжение разговора о ситуации на топливном рынке России и Европы уже завтра. Правил. Президент Сербии Вучич назвал все это травлей и пообещал Канбере жесткий ответ. Но вряд ли Белград сможет посоперничать в жесткости с Канберой. Сам теннисист, которого фактически заберут... Публикует немецкий журнал «Шпигель», который провел расследование и засомневался в подлинности тех самых ПЦР-тестов. Положительный мог быть сделан гораздо позже, считает команда айтишников, к которым обратились немецкие журналисты. Их выводы демонстрируют, что согласно идентификационным номерам... Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...